— Ну, ты разговаривал, естественно, с циентистами, да, с современным представителем науки. — Постоянно, да. — А с Панчином не разговаривал, нет? — Лично нет, он на дебаты отказался, ну, посмотрим. — Дебаты Дробышевского — это была бомба. — Ну, дебаты Дробышевского — это когда-нибудь смеялся не с тобой, а вот те, которые вот он на фоне Тетриса. — Да-да-да-да. — То есть многие просто считают действительно, что такие люди, как Панчин, как Дробышевский, они вот на самом деле вот те, кто поможет им разобраться с тем, как есть. — Дробышевский, на самом деле, очень слабый дебатер, и он зря куда-то ходит, потому что, ну, он очень слабый дебатер. — Но на его примере очень легко продемонстрировать закрытость стиентистов, то есть их буквально самоограниченность. — Особенно некоторых, самых вот этих прохайпленных, самое такое вот подвижное направление. — Это парадоксально, да, что самый известный, потому что мне кажется, что не все такие, конечно, но настолько известные люди, как Дробышевский и как Панчин, являются, ну, настолько граничными в вопросах. — А есть еще хуже, ребят. — Ну, вероятно, да, потому что я, ну, до сих пор коррежусь с фразы Панчина, когда он отстаивал, ну, либерали, он же выступает на антивоенных позициях, так очень аккуратно иногда, как пробрасывает что-то. — А сейчас в стиентизме сложно, потому что основная молодая аудитория, которая к стиентизму как-то тянется, она скорее к либерализму. — Да, интернет-аудитория, в принципе, левая. — Да, интернет-аудитория, в принципе. — В этом проблема, что у меня друзья пишут после там стрима с тем же, как его Штефановым, типа, мол, вот, ты, у тебя такая, типа, уникальная позиция, ты, типа, не такой, как все. Говорю, да нет, ребята, это вы просто думаете, что все в интернете. Вы просто думаете, что все — это вот те, кто вот Михаил Светов там, Екатерина Шульман. — Ну, Светов тоже своеобразная позиция. — Тоже своеобразная, кстати, да. Ну, такая вот, знаешь, как бы, позиция ФБК, признанная инагентами экстремистов. — В любом случае, либертарианцы, они только вот по этой теме согласны, так сказать. — Ну, да, либертарианцы просто хуесосят государство, поэтому они просто против любого государства, да, по дефолту, поэтому. У них тоже такая вот из-за этого получается, знаешь, такая, как будто абсолютно скептичная позиция касательно, ну, почти всех государственных режимов. — Ну, она не скептичная, она отрицающая. — Она отрицающая. Ну, да. — Они прямо отрицают. Кстати, вот это в них и не нравится, потому что он настолько догматично уверен, что вот именно так должно быть все, именно по-либертариански. То есть, с одной стороны, вот в Светове какое противоречие я вижу, с одной стороны, он весь такой скрупулезный, доказательный, такой сомневающийся, на самом деле, подвергающий сомнению действия разных политиков, разных режимов, с другой стороны, все его выводы строятся на догме, которая, ну, еще и, ну, как мне кажется, ну, как я вот говорил в начале стрима, гоностическая, то есть, ну, оторванная от реальной жизни. Не получится так, опять же, не получится построить общество, просто дав им документы или подписав закон, что нельзя друг друга убивать. Ну, не получится. То есть, а где стремление, где цель, где задача, где трансцендентная идея, которая будет вас вокруг вот всего этого объединять? Ну, как, как это срастется? Вот интересно было бы задать ему вопрос, но я видел, когда ему задавали, он плавает. То есть, ну, все, он здесь провисает. И это моя главная претензия, на самом деле, к большому количеству политических спикеров, в том числе, кстати говоря, к Александру Штефанову. Ты смотрел еще дебаты с Александром? Нет, не дошли до меня. Ну, политика просто, скорее всего, у меня политика не заказывает. Ну, просто, да, он как бы выступает на такой, на самой наивной пацифистической позиции, мол, просто давайте не ругаться, типа. Просто нельзя. Ну, слушай, при этом он же Крым не хочет отдавать. Да, 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 ну, там как-то много противоречий. Ну, это не противоречие, это все равно не совсем, это как-то либеральная вот эта позиция. То есть, здесь он считает, что сила как бы подтвердила такое разграничение по границам, здесь все окей. Как бы, если люди согласились, то окей. Ну, там как бы не было насилия, там, в этом нюанс, на самом деле. Что там без одного выстрела же, как говорят, произошел референдум. Вот, но как бы всем пацифистам я задаю вопрос, а если бы я сейчас оказался в одной комнате и начал вас бить? Ну, просто бить вас. Я боюсь. Нет, ну, то есть, а вы как бы, ну, все равно перестали бы сопротивляться, да? То есть, ну, ни в каком случае. А что делать там израильтянам и палестинцам? Ну, как бы, ну, а что вы предлагаете им делать? Ну, у них неразрешимый спор. Ну, то есть, они пытались, но не получилось. У них есть история, история, которая, так или иначе, связана с людьми, которые уже умерли. То есть, нельзя воскресить мертвых и спросить, а как вы к этому относитесь? Так, стоп, ты христианин же. Стоп. Поймал, блин. Не, ладно, ну, практически сейчас это сделать нельзя. Вот, в данном эфире, для того, чтобы разрешить вопрос израиля и палестинцам. Что ты предлагаешь делать, Александр Штефанов? Ну, ладно, мы сейчас, мы просто произнесли это страшное слово на букву П, и сейчас мы... Политика. И сейчас мы свалимся и не ответим на ваши вопросы. Согласен. Так. Не, я вообще сторонник разных альтернативных подходов. У меня вообще политическая идея была неплохая. Вот, если кто-то создает политический режим, ну, имеется какое-то количество его сторонников, можно попробовать выделить некоторое финансирование на то, чтобы его опробовали где-нибудь там, ну, на какую-нибудь территорию. У нас Россия огромная, так или иначе. Вот, либертарианцы хотят общину создать. Ну, попробуйте, почему бы и нет. А ты знаешь, что это государство абсолютно будет неинтересное? Это то же самое, как выразить... Было бы интересно, как познание. Конечно. Что получится, у них не получится. А вдруг они что-то более интересное изобретут, и мы сможем это использовать даже в государстве потом в итоге. Это же... Марксист бы сразу же ответил, что капитал в этом не заинтересован, естественно. А, ну... Человечество-то, возможно, заинтересовано. Это было бы интересно. Человечество много в чем заинтересовано. Ну, как либертарианцам, опять же. Вот откуда Михаил Светов возьмет финансирование? Хотя у него много. Слушай, на общину-то там тоже. На общину там, да. Те деньги, которые у Светова есть, там можно построить гигантскую виллу. Ну, ждем, ждем, короче, мини-государство в Сибири. Почему бы и нет? Всех оппозиционеров в Сибири. Сибирь, да. Да, кажется, все оппозиционеры соберутся в том самом месте. Ладно. Ладно. Политике не будет реакция хороша. Конечно. Как, Николай, относится к антифилософским позициям Панчина и Дробышевского? Дай там по очереди. Ответь. Как я отношусь к антифилософским позициям Панчина и Дробышевского? Ну, это люди с отсутствием какой-либо философской базы, поэтому они, если честно, бросают дротики из пустоты в пустоту. Они не понимают, о чем они говорят, зачем они говорят, и все, в общем-то. То есть это не те спикеры, которых стоит... Опять же, для каких-то целей, если вы хотите разобраться, например, в биологии, да, или посмотреть на животных, или... Если вы хотите посмотреть на животных, смотрите на Панчина и Дробышевского стола. Смотрите Панчина и Дробышевского. Если вы хотите знать, куда и кто тыкал палкой, тогда Дробышевский это как бы спикер для вас. Но, конечно, человек совершенно не понимает, о чем он. То есть он даже в дебатах не понимает, о чем ему говорят. То есть он не понимает, против чего он вообще оппонирует. И самое страшное, он не пытается понять. Много-много лет, между прочим. Это антологическое размыкание по Киркегору Дробышевский, и Дробышевский, опять же, не совершил. Потому что он закрыт, он полностью закрыт. И, опять же, вот это я настаиваю на том, что это главный грех модерна, сцентический. Это гордыня. Вот они очень гордые. Они отрицают кого-либо, кто им противоречит, и что-либо, что противоречит, опять же, какой-то вот их доказательной базы. Стас Айкак просто... Стас, да, прочитаем. А Стас Айкак просто, у него тоже противофилософская позиция. Вот как-то... Антифилософская позиция. А Стас Айкак просто, если честно, не в обиду Стасу Айкак просто, не знает... Если, может быть, Панчин и Дробышевский могут сформулировать, что есть философия, хоть я очень сомневаюсь, Стас Айкак просто, как и Невзоров, наверное, не может сформулировать, что вообще такое философия. Ну, он Маркса читал плюс-минус? Как и Панасинков. Нет, Маркса просто не читал. Он читал Маркса. Он говорил, что Капитал не читал. Серьезно? Да. Значит, не так услышал. Нет, Стас Айкак просто говорит, что он не читал Капитал. Но я слышал, что... Как он отзывался, опять же, о философах... Да, он просто не понимает, что такое философия. Он не в курсе, чем она занимается. То есть для него это, наверное, какая-то галерея нелепец, как в Егель. Просто какая-то, не знаю, исторические заблуждения древних стариков. Ну, Маркс не заблуждался. Знаете ли вы... Тот вопрос через вы был задан, это я не справил. Популярных, атеистических, сиентических авторов типа Докинза, Ютковского и прочих. И что можешь про них сказать? Я Ютковского не знаю. Наверное, прочих типа Денета, да? Ну, Денет, Докинза. Ну, Докинза читал. Опять же, очень много высокомерных выводов. Как будто они доносят какую-то истину в последние инстанции. При этом... Но все это очень поверхностно. Все это... Опа. Это сектанство буквально. Ну, слушай, эгоистичный ген, он хотя бы написан биологом, про биологию. Это уже как-то хоть немного подкупает. То есть она хотя бы по биологическим критериям относительно качественная. Ну, вот у него есть книжка «Бог как иллюзия». Вот ты ее читал? А вот, кстати, я ее не читал. А как же посмеяться? Не, слушай, я читал же очень многих вот этих нейробиологических, биологических, оклобиологических материалистов. Там они все, в общем-то, примерно одно и то же пишут. Ну, я как раз раскладывал. Ну, как Харарин, он не нейробиолог, но то, что такой вот иррационалист, как этот Франц де Вааль, да, то есть он поглубже несколько, чем Хоккенс и остальные типы. Но все равно достаточно такой примитивный взгляд на религию, опять же. Чисто иррационализм, материализм. Опять же, пять грехов модерна. Утопизм, рационализм, материализм, гордыня. Ну, то есть это как бы все в них обычно сочетается. Но они популярны, потому что, понятно, очень понятные. Модерн не проиграл, на мой взгляд, просто до сих пор. Модерн в очень сильном состоянии сейчас находится. Да, нет, нет, конечно, конечно. Ну, сейчас Владимир Владимирович. А вот он какой? Он традиционалист, Владимир Владимирович, или постмодернист? Нет, он точно не. Пост-иронии, пост-иронии. Что? Он гуморист, да, да, да. То есть произошла пост-ирония. Нет, ну, слушай, ну, он бы... Мне лично кажется, он близок к Дугину и к Бердяеву, и к Клину. Ну, а кто они? Ну, традиционалист. А, традиционалист. Конечно. Ну, и, конечно, он анти... Ну, как бы... Тут вопрос, да, потому что... Вообще он рос как либеральный правитель, конечно. Многие называются самым либеральным правителем России. Но сейчас любой человек, кто произносит слово сатанизм, он как будто бы против либерализма и против... всех этих... Путин произносит сатанизм? Да. А, окей, хорошо. Произносит, произносит. То есть, ну, если в устах человека прозвучало слово сатанизм, то, конечно, он уже, да, на определенных правых позициях стоит. Да, и вот по той самой причине, что человека нет никакого по природе, нет никаких естественных прав человека по природе, и звание и статус человека нужно заслужить. То есть там жить. Это должна быть свобода для и свобода в обществе. Ты определяешь себя как человек, и не только имеешь некие права, а еще имеешь некие обязанности перед обществом. Заслуживаешь статус человека. Вот что такое человек. А что либерализм проводит в жизни? Какую политику? Последовательную политику отчуждения. И здесь Дугин прав. Как бы мы не смеялись над Дугином. Набирало тебя, наверное, ненавидят. Ну, а я собрал их на своем канале. Я просто собрал их вокруг себя и взорвал эту бомбу. И что самое смешное, что... Как часто тебе смерти желают? Расскажи. Слушай, я... На дню посчитай. Открою небольшой секрет. Я, честно, последние полтора года, естественно, не считаю. Я бы тоже не хотел. У меня слишком их мало, к сожалению. Мне это сложно, потому что... Как бы я очень много времени тратил для того, чтобы свою аргументационную линию выстроить. Ну, то есть не только на канале, но еще и на сторонних подкастах, на которые я ссылаюсь. Но... И когда я вижу, что человек все буквально проигнорировал, да, и когда я вижу, что он буквально там, наверное, последние пять выпусков просто... Ну, я не осуждаю его за это. Он просто пропустил. Ему, наверное, кажется, что я с бухты-барахты тут занимаю какую-то... Я баню таких обычно. Да, ну, видишь, я никого не баню, потому что, ладно, как бы каждый имеет право на заблуждение. Но очень, конечно, хотелось бы принести это. И поэтому в моих планах как раз-таки есть серия циклов роликов, которые бы заходили бы с истоков тех модернистских и постмодернистских идей, которые мы наблюдаем прямо сейчас. Сильно. Но ты будешь уже... Когда ты к ним вернешься? Просто ты уже начал, затравочку такую сделал в виде... Я думаю, что в следующем году, да. Я думаю, что в следующем году. О-о-о, это не близко, не близко. Ну, слушай, я хочу позвать, опять же, экспертов из... То есть в том числе, там, рассказывая про марксизм, позвать марксистов. Но очень хочется с ними... Сильно, сильно, это сильно. Да, очень хочется с ними поговорить, опять же. Я надеюсь, что они будут готовы на откровенные разговоры, а не на разговоры, где только они говорят, а все остальные буржуазные философы. Ну, да. Потому что, конечно, да, много очень противоречий в их вступлениях. Ну и как бы либертарианство интересное. Стоп, а каких противоречий? Это же не противоречие. Все-все-все по говно, а мы молодцы. Здесь нет противоречия формальной. Нет, противоречие именно в том, что они не понимают... Они считают себя очень умными, очень учеными. Это да, но это не противоречие же. Да, но они не считали Гегеля. Вот в чем противоречие. Когда ты, например, заявляешь себя как пацифист, но при этом кого-то избиваешь, то это противоречие. Например, когда Майкл Лаки, признанный агентом, называет себя, он вроде как номинально называет себя либералом, да, условно, но при этом предлагает устраивать благородные диверсии, например, да, и поджигать торговые... Осуждаем. И поджигать заводы, которые переделаны из торговых центров. Ну, это как бы, да, это интересно. Или когда антивоенный спикер Тамара Идельман, например, радуются бомбежке газа, ну, слушай, ну, как бы, видишь, но люди, опять же, не понимают оснований, на которых они стоят, и до них не докричаться. То есть вот даже Александр Штефанов, я почему согласился с ним на стрим, на самом деле, потому что парень-то, ну, не глупый, очень эрудированный, у него есть хорошая историческая база. Но я просто понимаю, что вот я слушаю его и узнаю себя, на самом деле, в 25 лет. То есть пацифизм — это очень привлекательная идея, потому что... Эх, как молодежь, да, все дела. Да, ну, знаешь, я как бы не хочу... Я издан был таким. Я очень надеялся, на самом деле, перед стримом, что он в меня въедет, я смогу, ну, въезжать в него. Я человек очень культурный, и если в меня не въезжают, мне очень неловко нападать. Ну, а если ты не нападаешь, как бы, то тебе очень сложно, как бы, доносить мысль, что слишком долго получается, потому что так можно сгоряча высказаться сразу же и расставить точки над «и». А так приходится вот со всякими кивоками что-то аккуратно доносить. Я после стрима с ним пообщался, что-то ему поскидывал, но... Мне кажется, что пока что вот стоит блок, но у него хотя бы есть потенция к открытию, да? Нет, но он хотя бы и оратор неплохой, у него реально база. Кличный оратор, да. То есть он как раз, наверное, один из самых сильных таких у либералов персонажей, по крайней мере... Да, 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 да. Громкие, по крайней мере. Да, 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 100%. Я написал ему в личку, что очень рад появлению такого человека, потому что ты хотя бы не тот самый либерал, который, блядь, все пошло нахрен, Путин сошел с ума. Причина СВО, Путин сошел с ума. Они же до сих пор это отстаивают, понимаешь? Еще как может быть война в 21 веке? Как может быть война в 21 веке? Зачем вообще? Нигде же нет вроде бы. Нигде вообще появился... В 21 веке ничего не было. Этот ужасный кровавый диктатор, да. Ну вот, но, к сожалению, да, стоит просто блок буквально. То есть у людей, и они чаще, когда ты им что-то говоришь, они пытаются, ну, как бы... Ну, как бы это не про Александра Штефанова, про большинство людей. Они пытаются, как бы, придумать, почему ты не прав. Вот. Потому что они-то правы, естественно, априорно, да. А вот ты, как бы, ну, не совпадаешь с ними, поэтому не прав. Поэтому ты либо дурак, либо сумасшедший, либо проплаченный. И вот с этими тремя замечательными... Проплаченный? Нет. У меня ни копейки, правда, не взялось государство. Ну, это факт. То есть никто не платил... Блин, а я бы взял. Я все-таки скептик. Я как наемный рабочий. Мне, честно, не предлагали. Сначала СВО, давай так, никто. Ну, это самый активный такой период в политической жизни. Никто не предлагал никаких денег. Не пытался там как-то перевербовать или еще что-то. Не было такого. Но, естественно, приходится отбиваться от этого аргумента, особенно там в контексте старой истории с этим парком. Ну, ты про нее слышал, наверное. Да, конечно. Вот, и приходится отбиваться против этих трех аргументов, что ты не шизофреник, что ты не идиот на самом деле. И справка специально. Да, и справка из ПНД. И что ты как бы, да, не просто какой-то там проплаченный. Ты кричишь, люди, услышите аргументы, пожалуйста. Ну, я же готов потратить очень много времени для того, чтобы высказать аргументы. Готовить там ролик целый месяц там. Вот тот же ролик, который ты смотрел. Ну, месяц подготавливал. Хотя, конечно, гораздо легче было бы снять какой-либо другой формат, понимаешь? То есть, и очень хочется... И, что самое главное, просмотров было бы больше. Да. И очень хочется донести до людей хотя бы мысль о том, что нужно задумываться над основаниями тех самых очевидных вещей, на которых вы стоите. А это самые сложные вопросы, как ты знаешь. Вопросы про там... Даже у философов это сложные вопросы. То есть, если ты посмотришь людей и с философским образованием, и даже нормальных философов, больших каких, промыслить свои основания до конца, это крайне трудная проблема для многих. Прямо буквально. Ну и всё. Прямо буквально. Прямо буквально.